Тайна кровавой луны 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 Если вы помните, в те дни на арену, в прессе, в речах было брошено много высказываний. Появлялись полусумасшедшие люди, которые делали заявления, писали стихи. Тайна кровавой луны Эти технологии нужно было запустить. И они начались вовремя. Вероятно, Пашинян долго ждал, пока кто-нибудь выскажется по поводу идеи того, что он спаситель. Но не услышав, не устоял перед искушением и 20 ноября 2019 года в Святой Апостольской Церкви Саракомладенца в Милане, он отождествил себя с Христом. Я сам, как Господь наш, Иисус Христос, проповедовал любовь. Но когда пришло время, он вошел в храм и перевернул столы, Говоря, что люди превратили этот храм святости в обитель торговли. Итак, 13 апреля 2018 года Никол Пашинян, вошедший в Ереван из Гюмри, в сопровождении около 20 человек, объявил, что они придут к власти через 10 дней. А ровно через 10 дней, 23 апреля, действующий премьер-министр Серж Сарксян подал в отставку. Какая знаковая система была скрыта? Откуда была такая уверенность для того, чтобы сделать невероятное по тем временам заявление и доказать это делом? Доказал. И назвал революцию открытой, ненасильственной, бархатной. Сделав ее активными участниками, преимущественно старшеклассников и студентов. В Цветной революции они выбрали свой цвет. Удивительно, что позже никто не обратил внимания на то, какой у этой революции цвет. Она же цветная. Многие называли ее бархатной. Но какой бархат? Бархат зеленый. Но этого цвета там не было. Выбрали белый. А день, когда он стал премьер-министром, 8 мая, верно? В день, символизирующий победу и свободу армянского народа, к власти приходит антихрист, уничтожающий победы армянского народа. И как он должен сказать, что он не дьявол, не сатана? Сатана – это черное. Если помните, в нашем восприятии, по крайней мере, восприятии христианского мира, что является божественным, является светлым и белым. А все сатанинское характеризируется черным, верно? Черный дьявол. Есть даже такое выражение. Итак, он призвал собраться на площади в белом, одеться в белое. И как символ своей революции, в мае, когда не было снега, они на машине с горы Арагац на площадь привезли снег, как символ белоснежности и чистоты. И так они разделили людей на черных и белых. Они подражают Богу, ибо Бог говорит в Евангелии, что сатана всегда будет приходить в образе Господа. Господь в белом, и он приходит в образе Господа. В белом и заручается символом белого цвета. А все старое, черное, то есть сатана. Получается, что он объявил всю историю, биографию, прошлое, культурное наследие, представление и чувство нашего народа сатанинской ценностью. В то время, как на самом деле, в Армению, по образу Бога, он принес реальные сатанинские ценности. Было ли это случайностью или реализацией кошмара, когда, увидев даты рождения жертв войны 2020 года, мы должны были понять, какая ужасная программа была реализована. Кстати, эти невинные, ничего не подозревающие молодые люди в 2018 году своими же руками принесли на площадь символику гробов. Помните, с какой радостью они несли пустые гробы по разным улицам города, совершая весь погребальный обряд? Их путь, ведущий к гибели и уничтожению, был тщательно спланирован и время от времени представлялся публике в красиво оформленных эмоциональных посланиях. С самого начала, когда мы оглядываемся на то, что произошло, какие инструменты использовались, мы видим, что символы играли здесь главную центральную роль. Начнем с того, что да, эти гробы, эти венки, что они символизируют? Фактически это конец жизни, то есть это символ смерти. Под удар была поставлена божественная ценность жизни. И мы можем представить себе, что люди, чьи имена были написаны на этих венках, крабах, так или иначе, жили в состоянии глубокой тревоги. В таком душевном состоянии жили их родственники и члены семьи. Другими словами, все это было создано для создания внутреннего хаоса, внутренней тревоги. Но следует признаться, что в то же время были люди, чувствующие сатанинский восторг. Люди внутренний мир, которых уже был отравлен этой черной пропагандой. Потому что, знаете, мы тот народ, у которого даже есть такое выражение. Даже врагу своему смерти не пожелаю. Это очень характерно для нас. И вдруг мы оказались в ситуации, когда стали, образно говоря, желать смерти своим соотечественникам. Самая влиятельная и массовая из этих символических систем была использована 24 апреля 2020 года, когда имена живых с помощью световой инсталляции появились на мемориальной стене Титернака Берт. Был продуман целый ритуал. Заранее отправлялась цифра 1915, и имя соответствующего абонента появлялось на мемориальной стене. Все было подано очень красочным образом. Было какое-то внешнее влечение. Казалось, что этот день отмечается, понимается. И вдруг, во-первых, эти елочные цвета, в том числе и с символической точки зрения, не совпадают с трагическим фактом геноцида. И в то же время эти имена, которые оставляли какое-то зловещее впечатление. По большому счету, это огромная надгробная плита в память о наших шерствах. Не случайно, что там не написаны имена мучеников. И не только потому, что не все имена были известны, а еще и потому, что это было коллективным символом. Эта коллективность прошлого понятна. Имена многих нам действительно неизвестны. Но чтобы таинство дьявола исполнилось, нужны имена, которые известны. Например, когда идут к колдунам, гадалкам, одним словом, так называемым сатанистам, они все, по сути, являются сферой служения дьяволу. Что они используют? Общеизвестные символы, фотографии, имена и так далее. Все это, помимо распространения страха и ужаса, в психологии людей, означает также таинство смерти в системе магических знаков. Ведь когда имя человека пишется на надгробии, это обозначает пожелание смерти этому человеку. Не надо иметь особых знаний, чтобы понять это. Почему имя живого человека должно быть на надгробии? На надгробии, на памятнике, на хачкаре. Для чего? Потому что это символизирует близость и связь человека со смертью. Самое интересное то, что в этом участвовала в основном молодежь. Еще один посыл был брошен министром здравоохранения, который якобы ввел антитабачную борьбу, назвав свою агитационную кампанию «Армения без дыма». И несмотря на то, что общество не приняло этот лозунг, видя в нем что-то сатанистское, ведь на армянском слово «дым» символизирует домашний очаг, то Россиан все же не отступал от своей идеи. Не отступал, потому что цель была другая. Для ее достижения уже была запущена программа, которую никак нельзя было остановить. Целью была опустошить, иными словами, оставить без дыма, очаги трех четверти Арцаха и части Сюника. Такие символы, как пустые гробы, световая инсталляция имен живых людей на надгробиях и название кампании «Армения без дыма» вели уже к наполненным гробам и погашим очагам опустошенной родины. Тему Карабахского конфликта Пашнян затронул только после победного исхода революции. На следующий день после избрания премьер-министром, 9 мая 2018 года, в день освобождения Шуши в Степанакерте. Мы должны очень четко ответить на один вопрос. Мы хотим решить этот вопрос или не хотим? Если международное сообщество, в том числе Азербайджан, хочет решить карабахский вопрос, нелогично, чтобы этот вопрос обсуждался в формате, в котором он не может быть решен. Как этот формат переговоров может решить проблему, если один из ключевых игроков вообще не сидит за переговорным столом? Другими словами, это не вопрос эмоций, это вопрос прагматический. Хотим мы решать эту проблему или нет? Присутствующие были в восторге. Заявление Пашняна о том, чтобы сделать правительство Арцаха стороной переговоров, оглушило разум присутствующих, не позволив им понять самое важное послание спикера, которое он повторил четыре раза в одной фразе. Хотим мы решить эту проблему или не хотим? Венчали ли присутствующие Пашняна лаврами непогрешимого человека? Или Пашнян сам манипулировал присутствующими, чтобы провозгласить свои основные послания? Именно эту же фразу Пашнян повторил уже 25 января 2019 года в Москве. Я не могу представлять республику Арцаха по той простой причине, что граждане Карабаха не участвуют в выборах республики Армения. То есть они меня не избрали как премьер-министра. Они избирают своего президента, у них есть свое правительство, свой парламент. И по этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Я могу вести переговоры от имени республики Армения. Прокатывать какую-либо идею, план или действие от имени и якобы для народа Пашняну больших усилий не стоило. Увлеченная революцией масса безоговорочно доверяла своему лидеру. И поскольку доверие было космическим, почему бы не манипулировать карабахским вопросом и не свалить ответственность на народ? Тем же манипуляционным трюком воспользовался бархатный предводитель, когда начал процесс обесценивания арцахской освободительной борьбы устами небезызвестного участника борьбы Сасуна Микальяна, пытаясь окончательно нивелировать значение арцахской войны и придать значимость бархатной революции. Я не побоюсь сказать, что победу, которую одержали вы, наш народ, в нашей республике важнее арцахской борьбы. Но для достижения цели этого было недостаточно. Необходимо было возбудить уголовные дела против героев арцахской освободительной войны. Мы стали свидетелями дискредитации героев, а образы героев, старых и новых, тоже являются символами. Что символизирует национальный герой? Сила народа, воля к победе, патриотизм. И вдруг мы видим, что героев дискредитируют. Не больше, не меньше, а они уже дошли до Нэшде. То есть ведется очень глубокая разрушительная работа. Уничтожаются наши символы. Уголовное дело было возбуждено против первого президента Арцаха и второго президента Армении Роберта Кочаряна. Казалось, что уже 10 лет, как ушедший из активной политики, более того, на тот момент проводивший свой отпуск в далекой стране, Роберт Кочарян никак не угрожал бархатной революции. Бархату, может, и не угрожал, но если конечной целью Пашинена были опустошенные Армения и Арцах, то постфактум должны констатировать, что каждый пункт, шаг, каждая деталь были заранее обдуманы и запрограммированы. И потому было очень логичным не только изолирование Кочаряна от общества, но и желание унизить его всеми возможными способами. Второму президенту республики Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в нарушении конституционного строя, а меры пресечения против него был избран арест в ночь на 27 июля 2018 года, в день самого длинного, почти четырехчасового полнолуния 21 века, получившего в мире название «Кровавая Луна». В день Кровавой Луны, когда люди со всего мира затаяли дыхание почти на 4 часа, чтобы посмотреть это шоу природы, не веря таинственному образу, который они увидели собственными глазами, суд первой инстанции Еревана объявил решение об аресте второго президента. Люди в разных частях света восхищались тайной Кровавой Луны, когда она стала полностью красной, создавая впечатление, будто из Луны льется кровь на Землю. Планета Марс оказалась под Луной невероятно близко к планете Земля. Было ли это решение суда против Кочаряна в день Кровавой Луны случайным? Какая магическая сила использовалась и куда должен был привести покрытый снаружи бархатным вуалю, а на самом деле наполненный кровью, а затем и гробами? Путь Никола. Вся государственно-политическая деятельность Роберта Кочаряна противоречит учениям и идеологии Пашиняна. Деятельность Кочаряна противоречит идеологии сил, которые привели Пашиняна к власти. Этими силами является мировая олигархия. По сути, враг понятия Родина. Они строители Вавилонской башни. Они строят одноцентровой мир, и их очень беспокоят политики, имеющие национальный имидж и национальные программы. То есть Армения, Арцах должны быть странами с национальным имиджем, мешающими их планам. Да? Поэтому борьба против Роберта должна была ввестись определенно в системе символов. Потому что они верят, что эти символы в символические дни имеют силу. Например, почему он стал премьер-министром именно 8 мая? Почему был выбран именно этот день? Мог бы выбрать, допустим, 10 мая, не так ли? Будучи избранным в этот день, он объявил, что именно этот день очень важен для него. Он должен уничтожить этот день. Отныне это не день победы нации, а день гражданина. А в Армении гражданином может быть представитель любой национальности. То есть речь идет не об Армении. Больба против Роберта тоже началась в особый день. День полнолуния. Почему? Потому что кровавая луна олицетворяет идею смерти и ужаса. В истории уже давно так считается. А в символистике еще с древних времен это объясняется тем, что разные животные нападали на луну и придавали ее растерзанию. Поэтому она красная. Луна истекает кровью. Потому и говорят, кровавая луна. А такая луна является символом смерти. Это означает, что в этот день был нанесен смертельный удар по всем идеям Роберта Кочаряна. По идеологии освобождения Арцаха. По идеологии воссоединения Арцаха с Арменией. По идеологии единой государственности. Революционный лидер выбрал пакетный вариант обесценивания Арцахской войны. Помимо второго президента Армении уголовные дела были возбуждены против героев Арцахской освободительной войны Серана Оганяна, Юрия Хачатурова, а затем против третьего президента Армении Сержа Сарксяна. Но шоу не было бы полноценным, если бы помимо предъявления обвинений генералу Мамбелу Григоряну не было бы разыграна тушенка шоу, о котором потом, уже в январе 2021 года, вынужден был признаться уже бывшей временной исполняющей обязанности начальника службы национальной безопасности Микайла Мамбарцумяна. Когда мы шли обыскивать дом Мамбела Григоряна, мы не думали искать там тушенку, поверьте. Мы пошли за оружием, боеприпасами, деньгами криминального происхождения. Об этом свидетельствовали наши данные. Пакет, вероятно, был бы неполным, если бы лидеру революции не пришла бы на помощь британская BBC. Направляя стрелу на Арцах и объявляя, что 1 марта 2008 года выстрелы в сторону митингующих были произведены под командованием генерала-майора Самвела Карапетяна, известного публике героя Арцаха, легендарного полководца Агановского. Следствие считает, что отряд прибыл в Ереван из Нагорного Карабаха, а руководил этим отрядом генерал-майор Самвел Карапетян. Карапетян находится в самом топе армянской иерархии силовиков. Он герой Арцаха. Это высший орден, не признанный Нагорно-Карабахской республики. Почему вдруг в августе 2019 года британский национальный телеканал посчитал необходимым упомянуть о событии, произошедшем в Армении более 10 лет назад и направить огонь по Арцаху? Позже мы должны были понять, что стрелы были нацелены на Арцах и героев Арцаха. Был не вторник, хотя до этого заседания суда проводились только по вторникам. Но архитекторам этого шоу, наверное, был нужный экстаз. Поэтому суд над генералами и главой государства, освободившим Шуши, был назначен на День ее освобождения. Освободителей Шуши судили в День освобождения Шуши. Унижение освободителей именно в День ее победы был целенаправленным. Но мы поняли это позже, 9 ноября 2020 года после позорного капитуляционного соглашения. И именно в этот день в зале суда сидят люди, которые являются символами дня. Я хочу поблагодарить этих людей. Благодаря им мы сегодня имеем республику Армения. Никто здесь не сидит за освобождение Шуши. В течение двух лет рожденные революции власти были заняты снабжением армии майками, трусами и клубникой. Выступали призывами к миру, прерывая мирный процесс переговоров. Уверяли, что держат армию в центре своего внимания, но строго секретным приказом сокращали пять палков из боеспособного звена и прибавляли военнослужащих в оперативное звено. Они целеустремленно втягивали страну в войну. Приказ очень плохой. Номер, который всем все время твердят, 0030. Под каким номером был приказ 1 марта? И этот 00 на 1-0 больше, потому что этот приказ под грифом совершенно секретно. Было сокращено боеспособное звено, начиная со взводов, заканчивая полками. Было сокращено пять полков, где был весь офицерский состав со своей артиллерией, со своими средствами связи. Совсем, кроме солдат. Бархатный лидер не брезговал с самыми отвратительными манипулятивными уловками на пути к достижению своих целей. В течение многих лет на фоне своих рассуждений об оружии 1980-х он кормил потерявший голову отчасти народ новой ложью, убеждая их в своих беспрецедентных шагах по перевооружению армии. Начиная с мая 2018 года, республика Армения в видимой перспективе приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов. Многофункциональные самолеты Су-30СМ, комплексы противовоздушной обороны ТОР-М2, КМ и ОСА-АК. И не имело значения, что, как выяснилось позже, ни одно из этих оружий не выстрелило, а боевые самолеты были без ракет. Пашинян заявлял, что закрыл постыдную страницу 80-х, но позже, когда было рассекречно, что в армию поставлялось просроченное оружие 70-х, экстаз революционной толпы все равно не угасал, и какое-либо рассекречивание не имело смысла, даже если автором рассекречивания был сам предводитель. Перед тем, как собственноручно открыть позорную страницу 70-х, лидер революции разыграл еще одно шоу, на этот раз уже приграничное, военное. Этот эпизод ему был очень нужен, чтобы позже сделать заявление в Сардарапате. Вооруженные силы Армении достигли беспрецедентных стратегических высот. Это увеличивает нашу уверенность в том, что мы имеем боеспособную интеллектуальную армию с решающим влиянием в регионе. Мы должны были понять смысл этих горячих приграничных сражений только два месяца спустя, тем более, что сам Пашинян своими словами в Сардарапате помог достичь войны как можно скорее. Внимание! Поиспособная интеллектуальная армия с решающим влиянием в регионе. Эта фраза прозвучала как вызов и менее чем через месяц подтолкнула азербайджанскую сторону к войне. А уже после войны лидер революции не только сам позабыл о своем заявлении, но и с помощью своих соратников старался притупить память общества, заявляя, что в предыдущие годы у нас не было армии. Получается, что мы и армию строим с нуля. У нас 30 лет не было армии. Мы 30 лет не строили армию? Если бы построили армию, были бы в такой ситуации? Но вернемся к довоенной ситуации, когда своими заявлениями от Пашиняна не отставал позже пьющий на передовой кофе президент Арцаха Араик Арутюнян. В 2016 году они могли только мечтать о таком оружии и о том, что небо закрыто не только над Степанакертом, но и над всем Арцахом. Сегодня у нас есть гораздо более безопасный воздух, то есть мы владеем такими противовоздушными возможностями, что уверенно могу заявить, никаких проблем не будет. Речь о средствах противовоздушной обороны и почему бы и нет об авиации, которой сегодня владеет республика Армения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА План, вероятно, не был бы полноценным, если бы в нем ключевым игроком не была бы назначена жена лидера революции. Наделенная четкими знаковыми символами, Анна Акапян сначала сыграла роль голубя мира, а затем уже во время войны, развернувшись на 180 градусов, взяла на себя роль непоколебимого бойца на линии фронта и, как описал Пашинян, роль морального защитника в бункерах. Следуя знаковым символом, эта женщина назвала свой отряд в честь самой печально известной царицы в истории Армении Эрата, послав четкий сигнал о проигрыше войны, который мы должны были понять позже, 9 ноября. Эта женщина отождествляла себя с образом царицы и, наверное, думала, что образ именно этой царицы больше всех соответствует ее характеру, духу и предпочтениям. И все действия, которые она совершала, создание отряда, какие-то непонятные фотографии с оружием в руках. Такой сложнейшей ситуации, когда решалась судьба народа, эти поверхностные действия, игровые, примитивные шаги только дразнили людей, потому что люди уже понимали, многие понимали, что происходит и только злились. Своё первое миротворное заявление Анна сделала 8 октября 2018 года на мероприятии ею же основанного фонда «Женщины за мир». Я верю, что перед космической любовью матерей расплавятся все пули мира. Например, они превратятся в украшения, которые я сейчас ношу. Украшения, которые сейчас на мне, изготовлены из расплавленных пуль. Ещё с древних времён один из лучших способов борьбы с идеей, ценностью или символической системой это не высказываться против формулы публично, открыто, лицом к лицу, а фальсифицировать её, то есть перевернуть формулу вверх ногами. А формула ясна. Многие народы мира регулярно сталкивались с ситуациями, когда выбор между оружием или драгоценностями был очевидным. Чтобы повысить обороноспособность государства, чтобы вооружить армию, общество, его руководство, даже церковь выставляли свои драгоценности и дорогие вещи на продажу, чтобы обеспечить безопасность людей, вооружить армию. И когда происходит перестановка формулы, то есть оружие и украшения меняются местами, то с первого взгляда может показаться, что это всего лишь красивая художественная формулировка. Но когда это происходит на фоне событий, когда регулярно дискредитируется армия, начинаются липовые политические процессы над высшим офицерским составом, когда объявляется, что солдаты, погибшие ради победы, умерли ни за что, и когда лучшей защитой является отсутствие то перестановка оружия и украшений в этой формуле приводит к очень печальным и опасным последствиям. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда наш солдат мог есть клубнику, но бронежилета у него не было. По сравнению с другими последующими заявлениями, это был всего лишь намек. Анна Акопян оценила жизнь жертв в Арцахской войне. Они отданы ни за что. За эти годы истории конфликта у нас было много жертв с обеих сторон, тысячи жертв. Но мы пожертвовали их жизнями ни за что, потому что эти жертвы ненадюем не приблизили нас к разрешению конфликта. А позже несколько месяцев спустя прозвучал последний аккорд от Анны Акопян, когда она пригласила Мегрибан Алиеву в Шуши пить чай и служить мугам. Сегодня я хочу пригласить Мегрибан Алиеву в Карабах, и она может быть нашей гостей. Армянский народ и карабахцы знают, как принимать и чтить гостей. Одно из наших правил гостеприимства почитать гостя его музыкой. Мы можем осуществить ее мечту. Она может приехать в Карабах, чтобы выпить чаю, послушать мугам. Это действительно приглашение, и если она примет это приглашение, я тоже готова поехать в Баку. Помимо объявлений, Анна провела фотосессии во всех районах Арцаха. Тигранакерте в Гадруте, в ущелье Унот, в Шуши, которые потом должны были быть переданы Азербайджану. Фактически с помощью фотографии Анна делала Азербайджану предложение, в то время как граждане, разделенные на черных и белых, наивно обсуждали ее лук. Параллельно с призывами к миру сознательно проваливался мирный процесс. Пашинян выступал то с миролюбивыми, то с агрессивными заявлениями. Я начал переговоры с собственной точки, Арцах – это Армения и все. И пусть никто не спрашивает, что вы обсуждаете во время переговоров. Что нужно, то и обсуждаем. Можно ли от нас требовать ответ? Да, ответ может требовать народ республики Армения. Фундамент провала переговоров Пашинян заложил в Душамбе, оказавшись в одном лифте с Ильхамом Алиевым. Исторический факт, который очень быстро стал известен как дипломатия лифта. Обычно, если перед началом переговорного процесса все пункты проработаны, записаны, то тогда известна и повестка переговоров. И в то же время по протоколу требуется, предполагается, что нельзя выходить из ее рамок. Принимая во внимание состояние отношений между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, степень напряженности и сложность проблемы требует и диктует, чтобы все работало четко, как часовой механизм, не давая повод для любой другой интерпретации. Здесь важен не сам инцидент с лифтом, а та интрига, с которой связывают подобные явления. И поскольку представители двух переговорных сторон внезапно оказываются в лифте одни, создается проблема. Поэтому, принимая во внимание существующую повестку дня, существующие рамки, возникает вопрос, было ли какое-либо общение вне рамок этой повестки. Если и не переговорный процесс, то обмен мнениями по какому-либо вопросу. Оказалось, что лидер революции, отказавшийся вести переговоры от имени Арцаха, может заниматься дипломатией даже в лифтах. Да так, что примерно через месяц после этого и через несколько дней после визита в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в нерабочий день премьер делает сообщение в Фейсбуке. Карабахский вопрос должен быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Оказалось, что формирующая повестку мира собственная точка Пашиняна – война. Война, которая началась не случайный день, а в сотую годовщину турецко-армянской войны. Снова заработала система знаков? То, что исторические даты символичны и имеют важное значение в любом историческом событии, неоспоримо. Что касается армяно-турецкой войны, то здесь турки тоже воспользовались символистикой и начали войну в тот день, когда ровно сто лет назад начинали войну, которая оказалась победоносной для них. В 1918 году, когда закончилась Первая мировая, и Турция, как проигравшее государство, была вынуждена покинуть Армению и, конечно, Закавказье. Большая часть офицерского состава турецкой армии осталась в Армении, на территории новоиспеченного государства Азербайджан. Именно эта агентурная сеть начала разрушать Армению, а внушительная часть этих агентов действовала в Карсе. По существу, оставаясь турецким офицерским составом, они начали разрабатывать следующую операцию по возвращению турецкой армии в Карс. Власти же республики Армения, которые только что получили Карс, вместо того, чтобы бороться против этой агентурной сети, выясняли отношения между собой, решая, чей голос будет главным. Воспользовавшись в том числе и этим, враг смог при помощи своей агентурной сети завладеть Карсом. В Карсе сложилась ситуация, где республика Армения не была хозяином положения. И армянское население Карса после начала войны 30 октября 1920 года, когда турки дошли до Карса, грубо говоря, ждало этого дня, чтобы уйти оттуда. Фактически население было готово к этому. Агентурная сеть провела такую работу, что у них пропало желание сопротивляться. И не случайно, что к этому добавилась еще и антигосударственная пропаганда большевиков. И в Карсе мы потерпели серьезные неудачи. То же произошло и в 1920 году. После 1918 года, когда вражеская агентурная сеть провела грамотную пропаганду в Армении в плане сопротивления врагу, царила очень плохая морально-духовная атмосфера. Мы не смогли оказать достойное сопротивление ни на государственном, ни на общественном уровне. потому что общество, во всяком случае ее большая часть, не так уж тяжело или не серьезно восприняло трагические последствия этого поражения. Первый же день войны Пашинян сделал заявление в парламенте. Давайте договоримся об одном. Что бы ни случилось, мы не будем считать себя побежденными. им. Даже если всем будет казаться, что мы проиграли безвозвратно, мы не будем считать себя побежденными. Что это? Настрадамус пророчество? Почему упор ставился именно на поражение? А может это была четкая договоренность, достигнутая в результате лифтовых переговоров? Точность его предсказания подтвердилась позже, 9 ноября подписанием капитуляции в день азербайджанского флага? Мы можем вспомнить другие примеры. Например, подписание документа о капитуляционном соглашении совпало с днем рождения Монте. Опять же, речь идет о национальном герое. Ведь когда мы слышим имя Монте, у нас происходит душевный подъем, а теперь этому подъему нам серьезнейшим образом препятствует подписание этого наитяжелейшего документа. Мы можем продолжить список этих событий и закончить фактом подношения Шуши в день флага Азербайджана. Почему не в какой-нибудь другой, а именно в день флага? Что это означает? Что подарив Шуши, мы внедрили силу в самосознание врага, в его коллективное самосознание. Мы помогли их процессом этногенеза. мы знаем и всегда говорим о неясности происхождения этого народа. А теперь преподнося на блюдечке Шуши, а по моему мнению это именно подношение, мы помогаем сознанию их коллективной силы. И это происходит не больше не меньше в день флага Азербайджана. В этот день мы им подарили ни больше ни меньше наш Шуши. Почему Пашинян так и не объявил о всеобщей мобилизации, а призвал к добровольчеству те 10 тысяч демобилизованных в прошлом году молодых людей, объясняя это тем, что они успели получить боевой опыт во время навязанной нам летней войны. Призвал именно тех молодых людей, благодаря энтузиазму, наивности и единству которых с пустыми гробами и черными лентами Армению возглавил Никол Пашинян. Уже потом, через несколько дней после капитуляции, президент Путин объявил, что 19-20 октября ему удалось уговорить Алиева остановить военные действия с условием, что азербайджанские беженцы вернутся, в том числе и в Шуши. Но Пашинян не согласился, отметив, что это угроза интересам Армении. По словам Путина, подобное поведение Пашиняна было непонятно для него. Что касается города Шуши, то этот вопрос возник в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно это было. Но было в каком контексте? 19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. Неожиданно для меня позиции наших армянских партнеров было сформулировано таким образом, что это для них неприемлемо. И пример Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза. мы не знаем, честным был Путин, когда сказал, что поведение Пашиняна было ему непонятно. Но ясно одно, здесь тоже действовала система знаков, которые умело использовали супруги Пашинян. Те же Пашиняны, которые закрыли ворота Шуши перед армянским геномом и открыли двери Яраблура. Сопоставляя исторические факты и нашу действительность, можно констатировать, что основы войны, или точнее передачи Арцаха, были заложены в 2018 году 27 июля в день Кровавой Луны, когда от темно-красной луны кровь текла на планету Земля, напоминая темные эпизоды распада Византийской империи. Пока человеческие толпы восхищались очередным природным зрелищем, кровь с луны на этот растекла на землю Армении. Историческое совпадение или необъяснимая тайна? Византийская империя распалась в день Кровавой Луны, когда морально и физически истощенная турецкая армия, кажется, неспособная больше сражаться, чтобы захватить Константинополь для атаки целенаправленно выбирать день Кровавой Луны. Прекрасно зная, что насколько этот знак природы благосклонен к ним туркам, настолько и фатален для европейцев. Итак, в 1453 году в день Кровавой Луны с помощью заговора, открыв ворота страны изнутри, турецкие войска вошли в Константинополь, разрушив Византийскую империю. В этот день кардинально меняется ход истории. Также изменилась и судьба Арцаха. На этот раз уже в день Кровавой Луны 21 века. Кровавой Луны